Всем привет! Сегодня я хочу снова сказать пару слов про домодекоз. Мы когда-то давно-давно о нём уже говорили, но информация обновляется, поэтому желательно всё-таки ещё раз о нём поговорить. Домодекоз – это полевой клещ, который живёт у нас на коже. Ещё он называется «жужлица», так нежно. Нюанс в том, что домодекоз сопровождает человека по жизни, на самом деле. Практически 80% людей, так или иначе, в той или иной форме являются носителями этого клеща. Питается он сальными выделениями кожи, любит, соответственно, селиться в волосовых фолликулах, в волосяных фолликулах, и, соответственно, селится преимущественно на лице, там, где много себиума выделяется, и также любит зону бровей и ресниц. На ресницах на краю век у нас открываются такие железы, специальные мейбомиевые железы, которые выделяют аналог липидного секрета на коже лица. Нужен этот секрет для того, чтобы увлажнять поверхность глаза, для того, чтобы стабилизировать слёзную плёнку и, соответственно, предотвращать высыхание поверхности глаза. Так вот, домодекс любит селиться и там тоже. В норме он не вызывает никаких реакций. Он обычный наш оппортунист, скажем так, живёт и ничего не происходит. Но если происходят какие-то изменения на коже лица у человека, если происходят какие-то заболевания, если иммунитет падает, то он, как любой условно-патогенный сосед, может развиваться и давать неприятные осложнения. Чаще всего это проявляется либо у подростков, либо у пожилых людей, у которых снижен иммунитет, и проявляется в виде красных пятен, красных высыпаний или сопровождает акне. У подростков чаще всего. Если сделать соскоб в этот момент с кожи, то можно найти домодекс непосредственно в этом соскобе. Его будет видно только под микроскопом физически, глазом, его увидеть практически нереально. Поэтому обычно стараются взять анализ и смотреть, есть домодекс или нет. И, естественно, если он есть на коже лица, он не может не быть на веках, он не может не быть на бровях и других частях лица. Поэтому в рекомендациях обычно провериться у офтальмолога, посмотреть, нет ли каких-то проблем с ресничным краем века, нет ли раздражения, красноты. Очень симптоматично для домодекса это зуд. Зуд век, особенно в наружном углу глаза, у внутреннего угла глаза, который сопровождается покраснением угла глаза, такой ангулярный глифорит. Также может проявляться скопление мелких чешуек на крае ресниц, по краю роста ресниц. И вызывать неприятные ощущения, особенно по утрам. Кажется, как будто у вас конъюнктивит, но вы смотрите, вроде конъюнктивы спокойные, глаз не красный, а веки раздраженные и чешутся. Это очень неприятно, это надо лечить. Поэтому, если вы заметили у себя такие симптомы, лучше обратиться сразу к специалисту, посмотреть, нет ли вот этих проблем, сдать анализ на домодекоз, проверить, нет ли его. Если же по каким-то причинам до офтальмолога вы дойти в ближайшее время не сможете, вы можете самостоятельно начать применять блефорогель-2. Это специальный гель для лечения домодекоза век. Наносится он тонким слоем 2 раза в день по краю роста ресниц. Можно аккуратно пальчиками, можно ватной палочкой. Но помните, что лечение должно быть длительное. А если это сопровождается еще и изменениями на лице по типу акне, то, конечно, лучше обратиться и к драматологу и пройти уже комплексное лечение. Также часто бывает необходимо противовоспалительное лечение. Но это лучше уже советуется непосредственно с офтальмологом. Поэтому я рекомендую всем сначала обращаться к специалисту. И только в крайних случаях, когда нет возможности обратиться к специалисту, заниматься самолечением. Поэтому наблюдайте за собой, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok